доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели как и всегда мы с самого утра на площадках разбираем события в данном случае под минувшей торговой сессии конечно же я подразумеваю пятницу разбираем а события которые грядут на этой неделе на что ориентируемся ну и конечно же резюмируем что у нас есть по нашим инвест идеям и что может с этими сделками произойти с учетом определенной новостной поддержки друзья как вы знаете эту неделю мы начинаем самые настоящие фундаментальные бомбы я бы не сказал то что она стала неожиданностью ну для меня уж точно нет потому что я допускал что не все так просто в отношениях между сша и китаем и вполне возможно при ухудшении новостного фона и появления негатива мы вернемся к рискам старым добрым риском опасений за перспективы роста мировой экономики это отразится на спросе норийского активы и позволит нам их продавать еще и с учетом этого фона но и параллельно делать ставку конечно же на снижение цен на углеводороды тоже актив который мы торгуем и если раньше мы с вами находили поддержку в плане фундамента в другом продавая бренды wti то сейчас у нас есть еще один серьезный аргумент который позволяет говорить о том что бренды wti скорее всего буду стремиться более низким и донным уровнем об этом мы конечно же поговорим я думаю что нам придется обращать внимание на отношения сша и китая на протяжении всей недели потому что весь тот прогресс который был скажем продемонстрирован в последние месяцы все это откатило назад и сейчас на рынке действительно поговаривают о том что эти переговоры в конце концов может быть свернуты к повестке текущей экономической сессии друзья сегодня у нас несколько отчетов по еврозоне данные нам нужны потому что мы торгуем традиционные евро и фундаменте последних дней недель конечно же ищем поддержку для нашей короткой позиции и в принципе я бы даже сказал что нам ее удается находить сегодня в 1100 будем разбирать активность секторе услуг германии тоже ожидание довольно слабые плохие в принципе как и в отношении сектора промпроизводства мы эту а статишку статистику уже с вами отработали в качестве негатива я думаю что сейчас лишь будем убеждаться в том что темп экономического роста ведущего локомотив валютного блока оставляет желать лучшего в 1200 ручные продажи по еврозоне это отчета свидетельствующие о инфляции и конечно же при определенном подходе к анализу этой статистике дающие ответы на то какие действия будут предприниматься далее европейским центральным банком по экономическому стимулируем в 2045 у нас выступлением главы банка канады стивена полоза важно будет сейчас послушать что он скажет потому что мы очень много вводных получили от регуляторов последней недели но сегодня у полоза есть возможность еще раз за акцентировать внимание на глобальных рисках виде торговой неопределенности из-за того что сейчас происходит в отношении между а сша и китаем и традиционно это негативный фактор который бьет по позициям канадцев ну а теперь давайте друзья чуть подробнее разберем по основным инструментом нефтянка у нас уже ниже 70 69 42 мы закрывали прошлую неделю тем что видели как бренд уже стал оказываться под прессом и активности продавцов тогда отыгрывали данные по запасам нефти в сша эта статистика была на стороне нашей стороне на стороне продавцов мы отыгрывали данные по росту нефтедобычи в штатах мы говорили о том что новые санкции сша против ирана в конце концов могут поставить под сомнение возможности продолжение сохранения сделки энергетического пакта опек плюсы и действительно все чаще сейчас звучат разговоры о том что а страны из этой сделки просто выйдут возможно до конца первого полугодия ну либо как сценарий номер два просто не станут эту сделку продлевать потому что сейчас ключевым нефтепроизводителям конечно же нужно заботиться о мировом балансе на рынке углеводородов и если есть угроза для глобального предложения то есть кому скажем эту угрозу решать это конечно же только им посредством роста нефтедобычи но сейчас друзья конечно же весь этот фон отходит на второй план потому что центре внимания трейдеров решение сша через твит скажем трампа потенциальное решение ввести пошлины на китайские товары экспортированные из китая общей стоимостью 200 миллиардов долларов речь идет о повышении пошлин с 10 до 25 процентов очень сильно это контролирует с тем что мы слышали буквально еще в минувший четверг друзья от мучина от лайтхайзера и даже от самого трампа о том что переговоры между штатами и китая находится на финишной собственной стадии не исключительно конструктивный продуктивный и вы помните друзья я сделал заявление о том что возможно уже будет подписано торговое соглашение на этой неделе но судя по тому что сейчас обсуждается в сми ни о каком соглашении разумеется даже и речи быть не может более того а китай уже рассматривает возможность его вовсе прекратить торговые переговоры вице-премьер уже не прибудет на этой неделе для ведения переговоров следующего этапа обсуждения вашингтон и в конце концов все будет теперь зависит от того ведут ли сша эти таможенные пошлины а что это значит для нас это для нас как для а трейдеров которые торгуют нефтянкой очень хороший сигнал и возможность продавать бренд потому что если в конце концов конфликта снова достигнет торговый конфликт между сша и китаем от прежней фазы кипения мы будем говорить о серьезном риске для глобальных темпов экономического роста со всеми вытекающими отсюда последствиями чем слабее мировая экономика тем меньше спрос на углеводороды вот поэтому и котировки сегодня были открыты с гэпом и сейчас на рынке по-прежнему доминирует продавцы евро против доллара фунт доллар я сразу и австралийцы новозеландцы сюда предлагаю вот то что сказал сейчас по нефти примерите на этих инструментах тоже бить по их позициям а с точки зрения роста геополитических рисков снижение спроса на риска и негативные последствия для отдельных регионов из-за того что конфликта между сша и китаем в конце концов может затеяться по касательной напрямую да как угодно самое главное задеть и прочие регионы которые являются частью мировой финансовой системы евро против доллара друзья я рекомендую сохранить короткие позиции если вы еще не сделках можно продавать в случае если пара снова вернется к сопротивлению 1 12 мы на этой неделе ждем данные по промышленному производству германии посмотрите на ожидания скорее всего статистика зачарует мы видим слабые цифры германии это все для еврозоны по вкладу скажем в экономический темп экономического роста и в случае слабых отчетов по промышленному производства я в этом не сомневаюсь потому что мы на прошлой неделе разбирали данные по активности производственном секторе вы помните что цифры но просто уже некуда соответственно это в конце концов повлияет на будущее решение европейского центрального банка которая останется таковым то есть решение продолжать сигнализировать рынку о сохранении мягкой экономической политики возможности каких-то задействий дополнительных инструментов в том числе и нового раунда операции т.л. т.р. фунт против доллара 131.19 я предлагаю сделку сел стоп с уровня 130 70 друзья частности я был крайне удивлен то что фунта вообще так высоко забрался в конце прошлой недели учитывая что у нас пятницу была возможность подвести итоги региональных выборов именно консервативной партии оппозиции так вот тори в ряде регионов терпит сокрушительные потери то есть количество мандатов сокращается это явный сигнал общего недоверия и к партии в целом но я думаю что прежде всего к терезе мы потому что текущая партия власти доказала свою несостоятельность как партия которая должна была решить вопрос с брэкзитом но не решила даже такой большой промежуток времени вот интересный момент друзья в пятницу стоял спецконференция тереза мы в ходе которой и задали вопрос почему она по-прежнему остается у власти в то время как тори и не только тори а вообще избиратели не хотят видеть ее премьер-министром на что тереза мы их не ответила ровным счетом ничего человек который задал вопрос просто вывели из зала друзья я думаю что тема связанная с определенными кадровыми позвольте так сказать перестановками она будет актуальна для англии мы в конце концов вернемся все таки вопросу вот ума недоверие потому что ну без этого наверное не может развиваться дальнейшая история англии даже в тематике брэкзита и фунт я надеюсь с этим будет более логично своей динамики продолжится снижаться вернется ниже уровня 1.30 и будет двигаться к той цели которую мы ранее поставили на уровне 1.28 доллар иена 110 80 в пятницу вышли данные по американскому рынку труда я бы даже сказал что статистика в целом как и ожидалось больше разочаровала потому что доля экономически активного населения снизилась исходя из этого мы не делаем какие-то позитивные выводы и не говорим о улучшении ситуации на рынке труда даже после того как вышли данные по снижению уровня безработицы с 3 8 до 3 и 6 процентов это не следствие здорового и динамичного создания новых рабочих мест и самое важное на что я рекомендовал обратить внимание это на темпы роста заработных плат которые остаются прошу прощения довольно сдержанными 32 процента это мало друзья это не тот показатель роста доходов который может стимулировать рост инфляции без роста инфляции конечно же у федрезерва не будет шанса вернуться к жесткой монетарной позиции в итоге делаем вывод о том что на доллар сейчас будет оказывать давление не только укрепление иены на фоне роста геополитических рисков но еще опять же и политика которая скорее всего при неизменности текущего фона будет постепенно смещаться опять же на акценты мягкого экономического режима то есть то что хотят может быть услышать многие но особенно продавцы поэтому по доллару иене я советую держать короткую позицию s&p 2897 пунктов друзья цель 2800 остается мы говорили о распродажах американского фондового рынка очень своевременно с тем что допускали возможности ухудшения фона по переговору между сша и китаем именно это и произошло молодцы те кто фиксировал опять же профит там выше отметки 2900 пунктов в расчете на то что нахождение американского фондового рынка на исторических максимумах с учетом такого скажем новостного фона как переговоры между сша и китаем чревато очень серьезным распродажам если на рынке будут негативные новости так вот эти негативные новости пришли я думаю что американский фондов рынок будет снижаться и дальше давление на американскую фонду оказывают также статистика активность производственного сектора эсэм активности а сферы услуг эсэм все в минусе если сравнивать с показателями прошлых месяцев и это естественно ухудшает перспективы роста американской их экономики поэтому держим короткие позиции австралийца 0 69 87 мы все чаще констатируем котировки 0 ниже 0 70 дальше будет ситуация еще хуже для австралийца потому что мы исходя из низкой инфляции ждем книжение процентной ставки в общем это может произойти уже друзья завтра во время заседания резервного банка австралии ну и сейчас еще конечно же с большим удовольствием будем отыгрывать возможность срыва переговоров между сша и китаем и понимаем что этот фон очень важен для австралийца и новозеландца поскольку китай является для них а статистическим партнером если мы говорим о срыве этих переговоров мы говорим о возможном ухудшении экономических перспектив для китая и соответственно для этих стран тоже и доллар канализ друзья 1 34 74 мы ждем тест сопротивления 1 35 уверен что уже сегодня сможем оказаться выше надеюсь что поможет нам в этом не только снижение нефти но и выступление стивена полза который ожидается сегодня в 20 45 по московскому времени где он снова будет говорить об ухудшенных перспективах для национальной экономики возможности снижения процентной ставки на этом собственно все большое спасибо всем за внимание всего доброго до свидания